во времени суток вот уже и вечер 23 января 2020 года с вами Любомир Богоявленский и это категория видео психология гения Оскара Вайлда Оскар Вайлд написал гениальную сказку преданный друг The Devoted Friend и я буду дальше эту сказку спонтанно переводить с английского языка вообще в целом все творчество Оскара Вайлда оно гениально и вот мы остановились на том что наступила весна и Миллар этот мильник пошел проведать Ганса Доброе утро Доброе утро, Ганс сказал Миллар Доброе утро, сказал Ганс опираясь на свою на свою лопату на свою лопату и смайлин «Как ты провел всю эту зиму?» спросил Миллар «Право же?» «Право же?» Я боюсь, что у меня были тяжелые времена пришлось нелегко но сейчас но сейчас наступила весна и я вполне счастлива «И все мои цветы преуспевать процветать хорошо растут скажем так мы часто говорили о тебе на протяжении зимы Ганс и спрашивали себя задавались вопросом «Как ты поживаешь?» это было мило так по-доброму вот сказал от вас вот сказал Ганс «Я наполовину почти испугался, что вы забыли меня что ты забыла по мне Ганс я удивлен тобой», — сказал Миллар «Дружба никогда не забывается» «Этим она и удивительно это», — значит, этим она и удивительно но я боюсь, что ты не понимаешь поэзии жизни «Как прекрасно смотрятся твои первоцветы», — «как прекрасно смотрятся твои первоцветы», — «бай-то-бай», — между прочим они действительно милые такие «это наибольшая счастливая вещь для меня» «это наибольшая счастливая вещь для меня» Я собираюсь отнести их на базар и продать их бургомистровой дочери и выкупить назад проданный вазок. With the money. Ну, за деньги. By back you will borrow. Выкупить вазок тачку. You don't mean to say you have sold it. Неужели ты имеешь в виду, хочешь сказать, что ты продал его вазок? What a very stupid thing to do. Какую же ты сделал глупость? Well, the fact is, said Gans that I was obliged to. Дело в том, сказал Gans, что я был вынужден это сделать. You see, the winter was a very bad time for me, and I really had no money at all. Видишь ли, зима была очень плохим временем для меня. И у меня действительно не было денег. To buy bread with. Чтобы купить на них хлеба. So, I first sold the silver buttons of my Sunday coat. And then I sold my silver chain. And then I sold my big pipe. So, I first sold. Поэтому я вначале продал the silver buttons of my Sunday coat. Серебряные пуговицы со своей воскресной куртки. Потом я продал серебряный лантюжок, цепочку серебряную. Chain. Silver chain. And then I sold my big pipe. И потом я продал свою большую курильную трубку. And at last I sold my wheel borrow. И наконец я продал свою тачку, свой воз. But I am going to buy them all back again now. Но теперь я снова их выкуплю обратно. Мы видим, что насколько была тяжелая зима у Ганса. Богач Миллер не приходил его навестить. И ничем ему не помог. Хотя рассказывает о высоких моральных ценностях. Ганс, said the Miller, I will give you my will borrow. Ганс, сказал Миллер, я подарю тебе свою тачку. It is not in very good repair. Она не в очень хорошем состоянии. Indeed, one side is gone. По правде нет одной стороны в этом воске, в тачке одного борта нет. And there is something wrong with the wheel spoken. И что-то неисправно с колесами-спицами в колесе, что-то не в порядке. But in spite of that, I will give it to you. Но несмотря на все это, я подарю тачку тебе. I know it is very generous of me. Я знаю, что это очень великодушно от меня с моей стороны. And a great many people would think me extremely foolish. И много людей подумают, что я чрезвычайно глупый. For parting with it. Что разделяю, разлучаюсь с ней. But I am not like the rest of the world. Но я не такой, как все в мире. I think the generosity is the essence of friendship. Я считаю, что щедрость, великодушие, это эссенция, сущность дружбы. And besides, I have gotten you will borrow for myself. И кроме того, я купил себе новый вазок, новую тачку. Yes, you may set your mind at ease. Да, ты можешь оставить свой ум в покое, не волноваться. I will give you my will borrow. Я подарю тебе свою тачку. Well, really, that is generous of you. Действительно, это благородно, щедро, с твоей стороны. Sad little hands, сказал маленький hands. Ганс, and his funny round face. Его круглое забавное личико glowed all over with pleasure. Glowed all over with pleasure. Просияло все от удовольствия. I can easily put it in repair. Я смогу легко ее починить. As I have a plank of wood in the house. Так как у меня есть a plank of wood. Такая доска дерева большая in the house дома. У меня дома есть большая доска дерева. деревянная доска said the miller сказал miller. Why? That is just what I want. Это как раз то что я хочу for the roof of my barn для крыши моего амбара. There is a very large hole in it. В ней большая дыра в крыше получается этого амбара. And the corn will all get damp. и все зерно отсыривает. Становится влажным. If I don't stop it up and the corn will all get damp. if I don't stop it up. И зерно все становится влажным сырым если я не заткну ее. Не остановлю это. How lucky you mentioned it. Как удачно ты упомянул ее. It is quite remarkable how one good action always breeds another. there. Как замечательно в целом замечательно как одно доброе деяние действия поступок всегда рождает другое доброе деяние поступок. I have given you my will borrow and now you are going to give me your plank. Я подарил тебе свой возок тачку а теперь ты подаришь мне твою доску. Of course the will borrow is worth far more than the plank but true friendship never notices things like that. конечно возок стоит намного дороже чем доска но настоящая дружба верная дружба never notice things like that никогда не замечает вещи подобные этим этим pray get it at once пожалуйста молю достань ее сейчас же and I will set to walk at my barn и я примусь за ремонт своего амбара this very day прямо сегодня certainly cried little hands конечно восхитнут маленькие guns and he ran into the shed и он побежал в сарай and dragged the plank out и вытащил наружу эту доску it is not a very big plank said the miller looking at it and I'm afraid that after I have mended my barn roof there won't be any left for you to mend the wheel barrow with it 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 a big a big desk said miller посмотрел на нее looking at it and I'm afraid I боюсь что после того как я использую ее для починки моего амбара there won't be any left for you ничего не останется для тебя чтобы починить тачку but of course that is not my fault но конечно это же не моя вина and now as I have given you my will borrow и теперь если я подарил тебе свою тачку I am sure you would like to give me some flowers in return и теперь когда я подарил тебе свою точку я уверен что ты дашь мне you would like to give ты захочешь подарить мне немного цветов взамен here is the basket вот корзина and might you feel it quite full и постарайся наполнить ее ну сполна до краев скажем так чтобы она была полна quite full до самого верха said little hands просил маленький ганс rather sorrowfully sorrow sorrowfully rather sorrowfully до самого верха сказал ганс довольно печально for it was really a very big basket так как это действительно большая корзина and he knew that if he filled it и он знал что если он наполнить ее he would have no flowers left for the market у него не останется цветов на базар and he was very anxious to get his silver buttons back а он сильно очень желал выкупить получить назад свои серебряные пуговицы well really answered the miller послушай право реально сказал miller as i giving you my will borrow i don't think that it is much to ask you for a few flowers если я подарил тебе свою тачку я не думаю что уж слишком много попросить у тебя for a few flowers несколько цветков i may be wrong but i should have thought that friendship true friendship was quite free from selfishness of any kind i maybe я могу ошибаться but i should have thought но я думал что дружба настоящая дружба полностью свободна от какого-либо вида эгоизма рода эгоизма my dear friend my best friend мой дорогой друг мой лучший друг cried little hands воскликнул маленький ганс you are welcome to all the flowers in my garden ты можешь взять все цветы в моем саду i would much sooner have your good opinion мне гораздо важнее иметь твое доброе мнение than my silver buttons чем мои слепленные пуговицы any day в любой день and he ran and plucked all his pretty primroses и он побежал и сорвал все прелестные первоцветы and filled the miller's basket и наполнил корзину миллера эту большую корзину goodbye little hands до свидания ганс said the miller сказал miller as he went up the hill поднимаясь на гору with the plank of his shoulder с доской на плече and the big basket in his hand и большой корзиной в руке goodbye said little hands прощай сказал маленький ганс and he began to dig away quite merrily и он начал копать довольно весело he was so pleased about the wheel barrel он был так рад тачке воску ну и вот на этом завершается третья часть философской сказки сказки острова the devoted friend верный друг и мы видим вновь колоссальную человеческую психологию где миллер мельник используя философско-психологические категории морали высокой дружбы преданности просто берет и нагло беспардонно обирает нищего так называемого своего друга маленького ганса и у него нет даже малейшего сожаления и понимания что ты богач забираешь от старца торбу как говорится в народе ему ни капельки не жаль он подарил ему непотреб и то еще не подарил только сказал что подарит поломанный вазок поломанную тачку и за это нагло прикрываясь светлыми добрыми в кавычках словами и моралью чинит и наделал уже зла маленькому гансу в огромную корзину набил цветов и забрав доску которой мог бы маленький ганс подчинить этот поломанный вазок то есть на тобины боже шо мы не нагоже такая есть поговорка на тебе бедняк то что мне не нужно а я после этого еще использую тебя по полной катушке и возьму все что мне только захочется от тебя прикрываясь бескорыстием альтруизмом и если только маленький ганс что-то бы возразил сразу бы на него обрушивалась и обрушивается от пиллера упрек в том что он эгоист и мы видим типическую психологию богатых жадных людей который тянет тянет себе все обманывает придуривается он же не рассказывает гансу какой он богатый он это утаивает но не слова определяют человека а его поступки щедрые добрые милосердные эта сказка уже о фальшивых ценностях о том что словам нельзя доверять а только поступкам и делам человека добрым или злым поэтому никогда не ориентируйтесь на большинство когда большинство говорит вам о боге о морали каких-то там высоких ценностях это прикрытие истинного зла и поэтому я замечаю что вот те люди которые как-то переступили мораль упрания например религии те же могут черные маги сатанисты быть они могут быть еще добрее и моральнее тех людей которые прикрываются православной церкви либо другой религией поэтому смотрите на души людские и будьте благословенны на этом я завершаю третью часть смотрите в суть ну я Любомир Богоявленский буду вам помогать смотреть в души людей будьте благословенны ваш Павел Нестеренко Любомир Богоявленский Богоявленский